По поручению главы государства бизнеса Мбусман в течение трех месяцев будет находиться в Ферганской области с целью изучения проблем предпринимателей и оказания им помощи. Уже проведены встречи с бизнесменами, приняты меры по реализации инвестиционных проектов и развития свободных экономических зон. Малая промышленная зона, созданная на базе бывшего механического завода города Фергана, площадка, где реализуют ряд инвестиционных проектов. В результате таких смелых инициатив начало свою деятельность швейно-трикотажное предприятие, которое продолжает работу при строгом соблюдении требований карантина. На днях данное производство посетили уполномоченные по защите прав и законных интересов предпринимателей при президенте Республики Узбекистан бизнес-омбудсман и его инспектор. Бизнес-омбудсманом изучаются и решаются наши проблемы. В частности, благодаря оказанной поддержке в предыдущий раз сегодня здесь работают более 20 человек. Имеются все условия. На основе поручений руководителя страны, которую он дал во время своего визита в Ферганскую область, бизнес-омбудсман при участии ответственных лиц в министерстве и ведомстве проводит выездные приемы предпринимателей. Таким образом, на практике осуществляется концепция фаргона Тадбркора, фаргона Эстухадчисем. Ферганский предприниматель, реформатор Ферганы. Предпринимателям оказывается практическая помощь по пяти основным направлениям. В частности, под контролем вопросов выявления и оперативного решения их проблем. Эффективного применения на деле предоставленных льгот и преференций. Во время открытых диалогов поступило около 1200 обращений. Более 30% из них уже решены положительно. Остальные в процессе рассмотрения. Время быстротечное и неумолимо бежит вперед. Потому важно, особенно в эти трудные дни испытаний, обеспечить полноценную деятельность предприятий. С этой целью основное внимание уделяется созданию необходимых для этого условий. Совместно с Торгово-промышленной палатой, Министерством юстиции, областным хокемиатом тщательно изучаются и комплексно решаются проблемы, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательства. До сегодняшнего дня на онлайн-аукционы выставлено около 450 земельных участков. 100 из них уже реализованы предпринимателям, которые начали производственную деятельность. Также на электронных торгах представлены 22 объекта государственной собственности для реализации бизнес-инициатив. Вместе с тем стараются не только сохранить, но и приумножить экспортный потенциал в текстильной, нефтехимической, машиностроительной отрасли, например, а также в пищевой промышленности. В частности, комплектующие, производимые трудовым коллективом из 650 человек на одном из совместных предприятий, направляются не только в Асакинский автомобильный завод, но и отгружаются на основе договоров с зарубежным заказчиком. С начала мая этого года создали 15 новых рабочих мест. До конца года намечаем трудоустроить еще 30 человек. Пользуясь широкими возможностями, льготами и преференциями, работаем в полную мощность. Трудится все 700 человек. Подобные встречи бизнес-омбудсмена с предпринимателями Ферганы продолжаются. Под контролем реализуемые на местах инвестиционные программы. Внимание акцентируется на всестороннем изучении и принятии мер по устранению имеющихся в этом плане преград и недостатков. В дальнейшем расширение бизнес-инициатив на основе современных технологий, повышение объемов инвестиций.